От экспертов по роскоши, технологиям, красоте и дизайну. Lexus RX в специальной комплектации «Эксперт». Lexus. Создающие чувства. Все заметные темы и новости четверга в программе «Наше время». Я Ирина Шмидт. Здравствуйте. Ультиматумы исламистов не испугались. Оренбургские туристы не желают распаковывать чемоданы и отказываться от путевок в Египет. Дважды оправданный участковый Андрей Макаров вновь признан невиновным. Решение суда коллеги полицейского встретили аплодисментами. Звание, которым не погордишься, в Оренбурге будут выбирать худших водителей автобусов. На какой подарок могут рассчитывать победители и как восприняли затею сами перевозчики. И сумасшедшая погоня. Сотрудникам полиции пришлось преследовать карету скорой помощи. Зачем? Новый поворот в нашумевшей истории. Оренбургский государственный институт менеджмента возглавил Арчанин. Сегодня кресло ректора занял Константин Прокофьев, бывший директор филиала АГИМ в Орске. В этой должности он проработал один год. Такой стремительный карьерный взлет случился после неожиданного увольнения Федора Шевчуна. Он исполнял обязанности ректора после ареста Олега Сверидова, а буквально накануне был отстранен от должности. Так решили в Минобраннауке России. Быструю рокировку объясняют предстоящими глобальными переменами в жизни ВУЗа. В интернете активно обсуждают его возможное слияние с УГУ. Вся эта история вызывает массу слухов и недомолвок. Особенно неспокойно студентам и преподавателям АГИМ. Они до сих пор ничего не знают о дальнейшей судьбе института. Комментариев по поводу смены руководства ВУЗа мы получить сегодня не смогли. Представители Министерства образования области и самого АГИМ пока предпочитают молчать. Исламисты туристам не указ. Оренбуржцы торопятся на побережье Красного моря, невзирая на теракты и беспорядки. Напомню, на прошлой неделе в курортном городке Таба боевики подорвали туристический автобус. Тогда три человека погибли, 14 получили ранения. Кроме того, злоумышленники настоятельно рекомендовали иностранным, отдыхающим, покинуть Египет до 20 февраля. Однако всерьез эти угрозы мало кто воспринял. Накануне из Оренбурга к берегам Красного моря отправились больше 170 человек. Местные туристические агентства говорят, раскаленная ситуация никак не повлияла на чемоданное настроение туристов. От путевок они не отказываются. Мы связались с оренбуржцами, загорающими сейчас в Шарм-эль-Шейхе. Вот как они описывают свои ощущения. Несмотря на оптимистические отзывы туристов и усиленную охрану курортных зон, МИД рекомендует оренбуржцам, собирающимся к Красному морю, не покидать территорию отеля и не увлекаться экскурсиями, а в идеале и вовсе повременить с отпуском. Обгон закончился аварией. В Саракташском районе столкнулись Митсубиси-Лансер и грузовая «Газель». Все произошло сегодня на трассе Оренбург-Корск. Водитель иномарки начал обгонять снегочистительную технику и врезался в «Газель». Авария оборвала жизнь пассажирки Митсубиси. Женщина умерла в машине скорой помощи. Есть и пострадавшие. Двое маленьких детей госпитализированы в Саракташскую районную больницу. О дорожных трагедиях сегодня говорили в мэрии. Правда, речь шла о ДТП с участием пассажирского транспорта. В январе в Оренбурге произошло 7 аварий. Пострадали 9 человек. Чтобы происшествий на дорогах стало меньше, глава администрации Евгений Арапов предложил проводить конкурс профмастерства среди водителей. Худших будут отправлять на переобучение в ГИБДД. Как идею восприняли перевозчики, знает Ольга Патрушева. 1 февраля этого года водитель 39 маршрута несется на красный свет, сбивая на пешеходном переходе двух женщин. Последствия они чудом остались живы, но вот саму ситуацию еще долго обсуждали в городе. Авторитету водителям общественного транспорта не прибавило и другой случай, когда под колесами 67 автобуса оказалась 8-летняя девочка. В результате ее пришлось госпитализировать. И таких печальных примеров десятки. Общественность негодует, инспекторы проводят рейды, а чиновники вызывают перевозчиков на ковер. Можно сколько угодно рассказывать о дорожных условиях, но меня смущает то, что в основном все дорожно-транспортные происшествия происходят вблизи пешеходных переходов. Перевозчики клятвенно обещают, с водителями проводят беседы за нарушение, правила ругают и каждый год проверяют их знания по ДД. Все, товарищ водитель, давайте закругляемся. Хорошо, давайте. В руках ручка, а в голове опять дорога. Сегодня Петр Приказчиков не водитель, а ученик. Хоть в его билете все про те же светофоры-переходы, но отличные знания показать так и не удалось. Я ошибки допустил. Все, учим билеты, передаем завтра. Если он издаст завтра, придет послезавтра. И так пока ошибок не будет. За них нерадивых учеников отстраняют от работы. Сюда же направляют и тех, кто нарушает правила в реальной жизни и новичков. Однако директор посмеивается, за такие проверки ее, наверное, ненавидит. Но репутация фирмы дороже, а потому, если надо, и не на то пойдет. Мы понимаем, что мы имеем дело с источником повышенной опасности. Поэтому в первую очередь для нас самое важное и самое главное – это безопасность дорожного движения. Похоже, скоро знания водители будут проверять на уровне города. Тут уж действительно, на достижениях не соврешь, не приукрасишь. В администрации планируют даже привлечь к этому людей в форме. Если надо, инспекторы экзамены примут и правила расскажут. Чиновники надеются, может, тогда водители маршруток перестанут их нарушать. Ольга Патрушева, Вадим Ичаев, Дмитрий Журавлев. Наше время. Снова в суд. Сегодня получило продолжение громкое дело о капитане Андрея Макарове. Участковый полиции обвинялся в том, что в октябре 2012-го при исполнении служебных полномочий избил мужчину и женщину. Инцидент произошел в Светлинском районе. Спустя год Макарова оправдали, однако прокуратура с таким решением не согласилась и обжаловала приговор в областном суде. Там сегодня встретились стороны защиты и обвинения и журналисты. Среди них был и наш Юрий Мишинин. Документы готовы? На первый ряд проходим. Этот первый ряд в областном суде. Здесь вновь будут рассматривать дело участкового полиции Андрея Макарова. Только теперь уже в апелляционной инстанции. Его уже судили в прошлом году за превышение служебных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения. Якобы капитан Макаров пришел расследовать дело о выпавшей из окна женщине и избил свидетелей. Полицейский уверяет, он просто выкрутил руку напавшей на него женщине и вызвал подкрепление. Ясненский районный суд рассмотрел все материалы дела и Макарова оправдал. Прокуратура посчитала решение судей излишне мягким и приговор опротестовала. Для Макарова это не стало неожиданностью. После принятия решения, как у нас в зале суда озвучили, что оправдали приговор, мы с моим адвокатом уже знали, что будет апелляция, что в любом случае будет областный суд. Прокурор считает, приговор нужно отменить. И дело вновь расследовать только уже с другими судьями. Такого же мнения пострадавшая Ирина Бурцева. Она тоже приехала в Оренбург. Это ее якобы избил полицейский. Сам Макаров и его адвокат, естественно, считают оправдательный приговор единственно справедливым. Выслушав доводы сторон, коллегия судей областного суда выносит вердикт. Приговор Ясненского районного суда Оренбургской области от 26 ноября 2013 года об оправдании Макарова Андрея Андреевича оставить без изменений, а апелляционное представление государственного обвинителя без удовлетворения. Это решение коллеги Макарова полицейские встречают аплодисментами. Он дважды оправдан. Правда, у стороны обвинения есть возможность обжаловать и это решение. Юрий Мишенин, Константин Воробьев. Наше время. Человек с большим сердцем, фанатичный аграрий и руководитель от Бога сегодня не стала Анатолия Баландина. Его судьба и карьера неотделимы от Оренбургской земли. На ней он начал трудиться агрономом и дослужился до должности первого секретаря Оренбургского обкома КПСС. Под его руководством регион превратился не только в индустриальный центр Южного Урала, но и крупную хлебную житницу страны. Все свои силы он вкладывал в реформирование сельского хозяйства, но и к развитию промышленности равнодушен не был. При нем получили развитие Эриклинская ГРС. Мы вышли на мощности 2,5 мегаватта. Горско-Халиловский металлургический комбинат. Азбестовый комбинат вновь построенный. Сколько было построено новых школ, домов культуры, клубов, медицинских учреждений. Те, кому посчастливилось трудиться рядом, вспоминали сегодня не регалии Анатолия Никифоровича, а его человеческие качества. Бывшие коллеги сошлись во мнении. Его личные качества – это понимать людей. Вот это самый основной личник. Он понимал людей всех и доверял людям. А раз доверяешь людям, веришь в людей, значит, этот человек от Бога. Это был чудесный человек. Значит, он уважал людей, а люди уважали его. Он всегда относился к любому человеку очень внимательно. Из жизни Анатолий Баландин ушел на 87-м году. Последние 16 лет он руководил областным советом ветеранов. Проститься с человеком с большим сердцем можно будет завтра в 11 часов во Дворце культуры «Россия». Коммунальный сеанс связи. В Оренбурге сегодня начали работать передвижные приемные по вопросам ЖКХ. Это совместный проект Всемирного банка и правительства России. Жалобы и предложения специалисты принимали в мобильных офисах на улицах Солмышской, братьев Коростелевых и Чкалова. Пообщаться с руководством городского хозяйства пожелали многие. Причем недовольные работы коммунальщиков эмоции не сдерживали. Претензии оренбуржцев услышала Екатерина Тихоненко. Мы вот сюда собирались, вот да, я решила это немножко, как сказать, марафет навести. Для пенсионеров мобильная приемная и впрямь события. Ведь это возможность обратить внимание на свои коммунальные проблемы. Причем не только специалистов, но даже соседей. Вот у нас здесь детский сад. А почему у вас сделали эти полицейские полицейские, а у нас нет? Почему, скажите? Делайте вы. А нам толку от этих полицейских. Причиной раздора жителей домов улицы Чкалова стала обычная перегородка. Ее недавно убрали. Теперь вместо любимых каштанов двор украшают машины. С тем и пришли пожаловаться начальнику ЖКХ. Раньше там у нас клумбы с цветами были. А сейчас там видно, что прям машины разворачиваются и стоят под окнами. Но это не дело, я, например, так считаю. Пока страсти накалялись на улице, в мобильном офисе принимали жалобу еще одних недовольных. Теперь вопрос касался приборов учета. Поверка приборов учета якобы в нашем доме на один квадратный метр составила 4,45, а с нас взяли 10,17. Ну, люди стали возмущаться. Цель данной акции не только выслушать жалобу, главное помочь ее решить. Оренбург оказался среди 10 городов России, где провели прием граждан в мобильных офисах. Этот проект у нас будет рассчитан на большую аудиторию, ну и там все эти вопросы будут озвучиваться, приниматься решения. Обратиться в приемную мог любой желающий. Вопросов было много и разных. От дефицита лампочек в подъездах, проведения капитального ремонта, но особенно возмущались оренбургцы из-за коммунальных платежей. Многовато. Охота как в Испании. А в Испании, говорят, намного дешевле. Оренбуржцы, побывавшие на приеме, получили консультацию, но те жалобы и обращения, которые не удалось решить на месте, специалисты обещали рассмотреть и передать в профильные службы. Опыт с мобильными офисами в мэрии решили продолжить. Уже с марта в Оренбурге заработает передвижная приемная городской администрации, где обещают выслушать не только коммунальные проблемы, но и социальные. Екатерина Тихоненко, Дмитрий Журавлев. Наше время. Еще из новостей четверга. Безумная погоня. Накануне ночью полицейские ловили автомобиль скорой помощи. Медицинскую карету угнали прямо от дверей Беляевской районной больницы. На съемке камеры наблюдения хорошо видно, как мужчина садится за руль спецуаза и отъезжает со двора. Почти сразу врачи догадались, угнать автомобиль мог только один человек, мужчина с психиатрическим диагнозом. Карету проследили по системе ГЛОНАСС и обнаружили на трассе по дороге в областной центр. Беляевские полицейские подняли по тревоге оренбургских коллег и устроили настоящую погоню. Совместными действиями с полуком ДПС данный гражданин был задержан на переулке Сапожном в городе Оренбурге. При задержании активных сопротивлений не оказал, автомобиль получил незначительные механические повреждения. Зачинщик безумной гонки тоже не пострадал во время задержания. Грозит ли ему уголовная ответственность, пока неизвестно. В Оренбурге начинаются торжества по случаю Дня защитника Отечества. Завтра ветераны, Герои России и военнослужащие встретятся в областной филармонии. Там пройдут собрания и митинг. 23 февраля оренбуржцы почтят память солдат и офицеров, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в горячих точках. Цветы будут возложены к Вечному огню на проспекте Победы и к мемориалу в выставочном комплексе «Салют Победа». А в Нижнем Новгороде накануне прошел торжественный митинг воинов-интернационалистов. Его приурочили к 25-летию со дня вывода войск из Афганистана. С участниками боевых действий встретился полпредпрезидента Михаил Бабич. Оренбургскую область представляли ветераны-афганцы Владимир Степанян и Александр Муравцев. В этом мероприятии приняло более 900 человек из всех регионов нашего Привозского округа. То есть были все 10 делегаций от всех регионов. Молодежь, готовая делать добро в Оренбурге. В 14 раз собрались активисты детского движения «Милосердие». Поучаствовать в слете приехали команды старшеклассников со всего региона. Молодеры занимаются с детьми-инвалидами, помогают ветеранам, пропагандируют здоровый образ жизни. Причем все это совершенно безвозмездно. А те, кто готов прийти на помощь, наши корреспонденты. Творческий конкурс, волонтеры поют и танцуют. Фантазия бьет через край, номера один краше другого. В зале сплошной праздник. У этих старшеклассников призвание делать добро людям. Они волонтеры и основной принцип их жизни в одной строчке. Хочешь почувствовать себя человеком, помоги другому. Потому волонтеры поддерживают ветеранов и детей-инвалидов, борются за экологию и здоровый образ жизни. Делают сами и призывают поступать так всех. Мы стараемся все использовать, все и средства массовой информации стараемся использовать. Районную газету «Восход» и стараемся использовать и школьные СМИ. То есть развиваемся как можем. Главное – огонек в глазах и огонечек в душе. И зажечь удалось многих. Так в районном центре Домбаровске уже порядка ста волонтеров. А по области их уже десятки тысяч – старшеклассники и студенты. Такой популярности волонтерского движения взрослые не ожидали. Ну, наверное, время такое пришло. Поколение такое подросло активных старшеклассников, активных студентов, которые реально хотят что-то изменить в нашей стране, в нашей жизни. Такому движению только «Зеленый свет» – общественная организация «Оренбуржия» готова во всем поддерживать волонтеров. Здоровые части нашего населения, нашей страны. И вот будущее за ними и вокруг них будут. Их к ним потихоньку примыкать. И вот на этом будет расти наша молодежь и наше будущее. И раз они у нас есть, я считаю, у нас будущее есть. Но и новое определение, мы будущее есть. Юрий Мишенин, Дмитрий Журавлев. Наше время. По следам национального разочарования. Одной из самых обсуждаемых тем сегодня стал досадный проигрыш российской сборной по хоккею. Накануне в четвертьфинале олимпийского турнира наша команда потерпела поражение от финнов со счетом 1-3. Сегодня мы решили поинтересоваться у оренбургцев, чего на их взгляд не хватило нашим спортсменам для вожделенной победы. И вот что услышали. Фарта и желание, наверное, но за все отвечает тренер. Проигрывает тренер, выигрывает команда, так что здесь все как всегда. Нет командной игры, понимаете. Надо хитростью. Они же вот бросают вратаря, а вратари толстые стали. Все как сказал Досюк. Все правильно. Афины хитростью забили. Олени, наверное, у них была. Устали. И все. Страна вроде бы наша. Олимпиада наша. И так опозорились. Не, мне фигуристы больше понравились все. У оренбургских спортсменов дела обстоят получше. Все последние новости мы узнаем прямо сейчас у нашего обозревателя Сергея Тыщенко. Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Оренбург против Воронежа. Нефтяник продолжает подготовку к очередным календарным матчам первенства страны по волейболу среди команд высшей лиги А. Напомню, встречи 15-го тура оренбуржцы проведут на своей домашней арене. В эти выходные наши волейболисты сыграют в Олимпийском с Воронежским кристаллом. Что сможет противопоставить один из аутсайдеров турнира лучшей команде второй половины чемпионата? И на какой результат рассчитывают хозяева площадки? Об этом нам сегодня рассказал главный тренер «Нефтяника» Владимир Терентьев. Сейчас у нас есть хороший шанс попасть на даже второе место и приблизиться, во всяком случае, к самой вот этой вот лидирующей части, укрепить свои позиции в ней. Поэтому, если болельщики придут, они увидят интересный волейбол. У нас есть задача попасть в тройку, а «Кристалл» будет бороться всеми силами, чтобы не попасть в зону вылета. Впереди плей-офф. Надежда провела заключительный матч на предварительном этапе женской баскетбольной Евролиги. В среду вечера марибурженки принимали на домашнем паркете польскую вислу и, крупно уступив гостям в стартовой четверти, сумели переломить ход неудачно складывающегося поединка и в итоге одержать крупную победу со счетом 74-53. Самым результативным игроком встречи стал Диван Бонар, набравший 21 балл и сделавший 13 подборов. Вы знаете, в отношении игры могу сказать, что, конечно, очевидно было, что это наша последняя игра в группе и нам очень хотелось выиграть. Групповой этап наши девушки в итоге завершили с 19 очками в 12 матчах в «Желто-Бордово» и праздновали победу 7 раз. В плей-офф Евролиги «Надежда» выходит со второго места. Теперь новости Олимпийского Сочи. Муж и жена, одна сатана. Чита Уэлд Заварзина принесла накануне российской сборной очередные две медали. Алена Заварзина стала бронзовым призером зимних игр в параллельном гигантском слаломе. Ее супруг, натурализованный американец Уик Уэлд, взял золото в аналогичной дисциплине среди мужчин. Таким образом, в активе «Рсиан» стало 22 медали. В общей командном зачете наша национальная сборная располагается сейчас на четвертом месте. Добавлю, что сегодня в Сочи будут разыграны 6 комплектов наград. Продолжаем болеть за наших и до встречи. Постичь секреты красоты. Освоить самые востребованные профессии индустрии моды и красоты помогут высококвалифицированные педагоги. Учебный центр «Нейл Артер» предложит программу обучения по парикмахерскому искусству, визажу, ногтевому сервису и многому другому. Углублены трехмесячные курсы базовой, четырехнедельной и индивидуальной ускоренной программы. Сплоченная команда преподавателей центра регулярно подтверждает свою квалификацию на конкурсах профмастерства. К их опыту и знаниям достаточно добавить только желания студента. И вот новичкам под силу изысканные французские косы, салонный маникюр и вечерний макияж. А главное диплом учебного центра «Нейл Арт» востребован среди работодателей. Мы давно работаем уже на рынке и сотрудничаем со многими салонами красоты, с директорами. И они уже знают подготовку наших студентов. Кто хочет с нуля получить такие замечательные профессии, как парикмахер, визажисты, ногтевой сервис, приходите к нам. Будем рады очень видеть вас в нашем учебном центре. Кроме того, центр регулярно проводит акции и делает скидки на различные направления. Так что не упустите шанс освоить новые интересные и полезные знания. Запоминайте адрес. Учебный центр «Нейл Арт», улица Туркестанская, 5, корпус 2, офис 306. Информация от городских электрических сетей. В пятницу жители некоторых районов Оренбурга останутся без электроэнергии. Причина ремонтной работы. Перебои со светом возможны в пригороде. Название улиц, где будет отсутствовать электричество, на ваших экранах. Уточнить их можно по телефону 56 83 38 или 98 48 48. И напоследок проверка на прочность. На Земле второй день бушует магнитная буря. Сила возмущений средней степени. Однако метеозависимые люди должны сейчас быть внимательнее к своему здоровью. Лихорадить магнитосферу, по данным специалистов, будет до пятницы. И на этом все. Итоги уходящей недели в воскресенье подведет Иван Бер. Всем удачи! Лексус. Создающие чувства. Лексус. Создающие чувства.